Значит, микроорганизмов в влагалищном биотопе очень много. Ну, в основном это лактобацилы, бифидобактерии, коринобактерии, различные стрептококи, эшерихиоколи и так далее, пептострептококи, пептострептококи и другие анаэробы, граммоотрицательные бактерии, которые содержат липополисахарида, неблагоприятно влияющие на организм в целом. И при количественной оценке микрофлоры, его микробная контоминация не должна превышать 10, 3, 10, 4 логаритм кое на граммы или на миллилитр выделения. Значит, какие же микроорганизмы наиболее часто являются причиной, которая вызывает воспалительный процесс? Ну, это такие бактерии, такие бактерии, как стафилококи, стрептококи, энтерококи, холомидии, микоплазма, уриоплазма, актиномицеты, пептострептококи, бактероиды, кишечная палочка, клепсиелы, гранерелы. Это перечислено те, которые наиболее часто, хотя их вообще микроорганизм более 200, даже 250. Вот это те микроорганизмы, которые часто являются причиной развития инфекции. Также грибковая флора, вирусы и простейшие среди которых мы выделяем трихомонады. Но патогенез развития воспалительного заболевания, он едит для всех воспалительных заболеваний, в том числе и воспалительных женских половых органов. Значит, основным фактором, который приводит к развитию, является активация условно-патогенной микрофлоры, влагалища или поступление инфекционного агента извне. Это приводит к альтерации повреждения тканей и клеток, в свою очередь, в освобождение медиаторов воспаления и развитие сосудистой реакции, экссудации и пролиферации. Каким же образом может происходить развитие воспалительного процесса или поступление микроорганизмов? Это, значит, половой путь передачи после инвазивных вмешательств. Ну, инвазивное вмешательство, это вы знаете любые вмешательства в полость матки, это гистероскопия, выскабливание слизистой полости, гидросальпингография. А также после абортов, родов, при наличии внутриматочных контрацептивов, особенно длительное существование их без учета возможности введения контрацептивов, то есть спирали, внутриматочных спиралей. Вследствие патологии кишечника, это очень часто, потому что рядом стоящие, как говорится, кишечник и половые органы, и заболевание кишечника, патология может приводить и к заболеванию, значит, воспалительных, с развитием воспалительных заболеваний женских половых органов. А также метастатические пути с отдаленных участков, чаще всего это немные миндалины, то есть у женщин, у которых имеется хронический воспалительный процесс в миндалинах, то есть могут, они часто страдают и воспалительными заболеваниями женских половых органов. Каким же образом происходит передача или возникновение воспалительного процесса в верхних отделах? Это интраканикулярно, то есть влагалище, затем цервикальный канал, полость матки, маточные трубы, может переходить на брюшину с развитием пельвеоперитонита, органы брюшной полости. И транспорт, каким образом вот это происходит, может происходить с помощью сперматозоидов, то есть большое значение имеет, во время полового акта может развиться воспалительный процесс, стрихомонат, а также может и пассивно, в результате отрицательного давления в брюшной полости. Лимфогенно, с развитием пельвеоперитонита, распространяющегося на брюшину под диафрагмальную область. И гематогенно, с развитием экстрагенитальных осложнений. Так, а что за разговоры? Не видно что-то? Не видно? Видно. Все видно, просто кто-то не выключил микрофон. А, значит, выключайте, ребята, чтобы было хорошо нам слышно. Так, значит, какие же факторы определяют развитие воспалительного процесса? Значит, большое значение, как я уже сказала, это когда интраканикулярно, это состояние микробиоциноза влагалища. Вот если все в норме, то практически воспалительных процессов верхних отделов бывает крайне редко. Значит, большое значение микробиоциноза – это состояние микрофлоры влагалища. Существует ряд факторов, которые обуславливают развитие дисбиотических нарушений. Это, то есть, фактор, который приводит к нарушению микробиоциноза. Это тут вот перечислены, хотя это далеко не все, но наиболее частые причины развития патологии микробиоциноза – это стресс, иммуносупрессия, гормональные нарушения, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические воспалительные заболевания гениталии и экстрагениталии. Ну, в ответ на вот эти факторы и происходит нарушение, которое мы определяем как название дисбиотические нарушения. В чем они заключаются? Нарушение соотношения микроорганизмов с увеличением условно-патогенной микрофлоры. Хотя на любое нарушение сразу же включаются и факторы, обуславливающие противоинфекционную защиту. То есть, недостаточно только вот, как говорится, этих факторов, которые приводят к нарушению. Сразу же возникают и другие факторы. Это такие, как факторы врожденного иммунитета, гуморальные иммуноглобулины, цитокины, комплимент, клеточные лимфоиды, макрофагальные структуры, НК клетки и так далее. Значит, в чем же заключается защита влагалища или от инфекции, ну и вообще защита половых органов от инфекции? Это должна быть достаточная эстрогенная насыщенность. У тех женщин, у которых нарушение гормональное, особенно снижение эстрогенов, значит, а также нарушение двуфастности менструального цикла, то есть однофастный цикл, вот, и нет нормальной функции кишечника, PH среды смещается в щелочную сторону норма 4-4,5, то есть кислая должна быть среда. И все это определяет концентрацию, совокупность свойств лактофлоры во влагалище, поскольку лактофлора, которая создает кислую среду, это основной фактор состояния нормальной микрофлоры в влагалище, что предупреждает развитие бактериальной и вирусной инфекции. Если есть нарушения в этой системе, то данные пациента находятся в группе риска по нарушению микробиоциноза, ну, можно сказать, микробиоциноза или биоциноза, это все однозначные слова. Значит, большое значение имеет состояние микробиоциноза в влагалище или микрофлоры в влагалище. Значит, выделяют нормоциноз, нормоциноз, когда доминирует лактобацилы, их будет 10-7, 10-9 или, можно сказать, 70-90%. И остальные, значит, здесь должно быть отсутствие граммоотрицательной микрофлоры, спор, мицелия грибов, ключевых клеток, трихомонат, внутриклеточных диплококков и наличие единичных ликоцитов, которые говорят о том, что нет воспаления, где-то до 10 в поле зрения. Но мы же говорим лактобацил, там 70-90%, еще остается какой-то процент, 30-40%. Это как раз другие условно-патогенные микроорганизмы, и стафилококки, и стрептококки, я уже вам говорила, и шерихиоколи и так далее. Но их должно быть очень немного, не более чем 10-30, 10-4, то есть 30-40%. Дальше идет нарушение флоры, в зависимости, мы уже с вами проговорили, различных причин, которые их довольно много могут приводить. И выделяют различные нарушения, которые носят общее название дисбиоз. Дисбиоз. Значит, любое нарушение – это дисбиоз. Есть нормоциноз, а есть дисбиоз. И среди дисбиоза выделяют несколько степеней нарушения. Это промежуточный тип или первая степень дисбиотических нарушений. Это все, что относится к норме, только немножечко, как говорит, при лактобацил немножко меньше, условно-патогенных немножечко больше, и немножко больше лейкоцитов. Как правило, при промежуточном типе мазка, как говорится, каких-то активных жалоб нет. Нет, но это уже первая ступень, которая может привести к другим нарушениям, более выраженным нарушениям. И эти более выраженные нарушения характеризуются как вторая степень дисбиотических нарушений, то есть это носит название дисбактериоз. Это хорошо, как говорится, знакомое нам слово. И характеризуется дисбактериоз уменьшением или снижением лактобацил и увеличением условных патогенных, в основном анаэробной флоры, которые включают ключевых клеток и так далее. Но воспалительного процесса нет, то есть нет отсутствия лейкоцитоза. И третья степень – это по существу уже воспалительный процесс. Это бактериальный вагенит, третья степень дисбиотических нарушений, большое количество лейкоцитов, обильная грамма, отрицательная грамма, положительная кокковая флора и условно-патогенных уже больше, 10,5 может быть и больше. И вот бактериальный вагенит, воспалительный процесс, он может быть не специфический, который обусловлен развитие условно-патогенных микроорганизмов. То есть те бактерии, которые в норме могут быть в нормальной микрофлоре, но в небольшом количестве. И есть, это может быть вагенит не специфический, он может быть связан с анаэробной флорой, как правило, это на фоне дисбактериоза присоединяется воспалительный процесс, и может быть аэробный, который раньше название тоже носил, не специфический вагенит, а сейчас он называет его аэробный вагенит. И может быть специфический, то есть вызван различными микроорганизмами, которые чаще всего попадают извне. Ну, может быть и на фоне собственных микроорганизмов, но специфический, который носит название, например, хламидин, трихомонадный, гонорейный и так далее. Нормальный жизненный цикл микроорганизмов, это должно быть нормальное PH, то есть должна быть кислая среда. И PH это должно быть, значит, если норма циноз 3,8,4,5, вот, ну, здесь возможно наличие грибов, то есть развитие грибной инфекции. Затем при ощелачивании, то есть PH уже 4,5-6, вот. Не могу говорить лекцию, читаю. Это, значит, 4,5-6, то есть PH, то есть защелачивание. Тут будет малое количество лактобактерий, при этом развивается такое, как состояние, как бактериальный вагеноз, мы говорили, дисбиоз, да, смешанная флора и, может быть, трихомоноз, с частым нарушением микрофлоры. Лактобактерий сопровождается, как правило, воспалительным процессом, то есть повышение количества лейкоцитов. И высокая боли 6, нет вообще лактобактерий, это, как правило, бывает при атрофии, при синильном, то есть у пожилых женщин, и можно, может быть, у девочек до начала нормальной менструальной функции, то есть мало эстрогенов, да. Значит, надо сказать, что лактобациллы, которые являются основными, их тоже несколько, ну, где-то более 20 видов. Вот здесь перечислены, это лактобациллы, криспату, гроссери и так далее, то есть они, есть, которые вот желтеньким, это более активно, что значит, лучше создают кислую среду, а есть, которые менее активные, которые меньше создают кислую среду, и при наличии этих лактобацилл часто развивается бактериальный вагеноз. Так, значит, здесь еще раз, вот представлено вам состояние микробиоциноза, влагалища, значит, здесь и какая же роль вот этой лактобацилл, которые превалируют, ну, они, что делают эти лактобациллы? Они формируют колонизационную резистентность, блокируют адгезию других микроорганизмов к стенкам влагалища, то есть только наличие микроорганизмов не всегда приводит к развитию, вот эти микроорганизмы, что с развитием воспалительного процесса, должны прикрепиться к стенке, то есть адгезироваться, прикрепиться к стенке влагалища, поэтому, когда мы берем материал для определения, например, состояния микробиоциноза, то есть мазок на флору, то, что мы определяем, надо обязательно брать не свободно существующие, например, в заднем своде лак эти микроорганизмы, то есть, или состояние брать, а брать обязательно щеточкой со стенок, или с боковых стенок, или с передней, или с стенок, и вот лактобациллы, одна из их ролей, это очень важная роль, они не дают прикрепиться вот этим микроорганизмам к стенкам, чтобы вызвать воспалительный процесс. Дальше, вырабатывается, лактобациллы вырабатывают перекись водорода, лизоцин, лактоцины и другие антибактериальные противовирусные вещества, а также идет продукция молочной кислоты, которая поддерживает как раз кислую среду влагалища, PH более 4,5 и способствует разрушению бактериальных пленок, то есть, у очень многих микроорганизмов, особенно у анаэробов, имеется такая пленка, которая не дает воздействию различных, в частности, антибактериальных препаратов, вот такие пленки, бактерии тоже себя защищают, и вот как раз лактобацилла способствует разрушению этих пленок, да, и вот поддержание, как мы сказали, кислой среды, и кроме того, это как ни странно, но они еще и влияют на иммунную систему лактобацилла, влияют, а именно стимулируют фагоцитарную активность нейтропилов, макрофагов, повышают синтез иммуноглобулинов, и снижают уровень простагландинов, то есть вот такое действие, поэтому естественно наличие лактобацилла и их снижение или отсутствие приводит к развитию различных нарушений, дисбиотических нарушений влагалища, а это первый этап с развития восходящей инфекции, с развитием воспалительного процесса половых органов и переход на брюшину, с развитием микро, воспалительного процесса брюшины и так далее, но это уже чем влияет, чем способствует развитию тяжелых осложнений. Кроме того, продуцирующие лактобациллы, они значит, а, их действия вот эти, тут немножко вверху плохо у меня видно, вам видно название, нет, да? Название вам видно, вот продукция лактобацилл достигается чем. Вы меня слышите вообще? Мы слышим, да. Слышим, да? А вот вверху вам не видно название, наверное, да? Нет, не видно. Ну, ничего, я это все рассказываю. Значит, каким путем действуют эти лактобациллы, лактобактерии? Значит, свои защитные свойства они реализуют двумя путями. Это прямое антибактериальное действие, перекись водорода на условно-патогенные микроорганизмы. А также они выстилают, значит, а это уже говорила, они выстилают поверхность слизистой и активно участвуют с другими микроорганизмами возможность контакта. То есть, они выстилают слизистую и не дают другим микроорганизмам уже проникнуть в стенки, то есть, адгизироваться. Вот, значит, кислотообразование это важнейший момент создания нормальной микрофлоры. Поэтому, если PH 4 и 5, вот, то это очень хорошо, это кислая среда и вот все положительные свойства уже лактобацилов. Вот, то есть, а если будет PH в сторону щелочной среды, то есть, увеличение PH 6, 8 и так далее, это дает возможность роста как раз и развития антибактериальной, развития условно-патогенной микрофлоры, проникновения патогенной флоры, то есть, щелочная среда это плохо. Значит, по классификации выделяем неспецифические воспалительные заболевания, которые вызваны условно-патогенной микрофлорой, которые в норме может быть, ну, в небольшом количестве, как мы с вами говорили, да, не больше 10, простите, 30-40%, ну, вот, в действии каких-то причин тоже мы перечисляли, начинается их активное размножение, и они тоже, хоть они, как говорится, некоторые в норме, содержатся, они тоже могут приводить к развитию воспалительных процессов, которых называют неспецифическим или аэробным процессом. Специфические вызваны явной патогенной флорой, которая в норме не должна находиться во влагалище, это туберкулез, это туберкулез, гонорре, хламидиоз, трихомоноз и другие. А также по локализации выделяют поражение нижних отделов вот, и верхних отделов. Граница между нижними и верхними отделами является внутренний зев в шейке матки. Все, что ниже внутреннего зева, это поражение нижних отделов. Это вульвит, бордонинит, вагенит, сервицит. И все, что выше, это поражение верхних отделов. Это воспаление придатков, периоперитонит, перитонит. Значит, каким же образом происходит диагностика воспалительных заболеваний? Ну, собственно говоря, она происходит, диагностика ничем не отличается от диагностики любых других заболеваний генитальных и экстрагенитальных. Здесь должны учитываться жалобы, сбор анамнеза, общеобъективные исследования, специальные гинекологические исследования, лабораторная диагностика, инструментальные методы исследования, ну, в основном это диагностика верхних отделов гениталии, это ультразвуковое исследование, гистероскопия, гистеросальпинкография, лапароскопия и другие. Какие же методы исследования? Методы исследования, то есть лабораторная диагностика, имеет очень большое значение в диагностике воспалительных заболеваний, вида этого заболевания, какое-то специфическое или не специфическое, и выделяют бактериоскопическое исследование, которое позволяет выявить воспалительную реакцию, то есть количество лейкоцитов в норме должно быть более 10 в поле зрения, и на основании этого исследования можно диагностировать острую гонорею, трихомоноз, кандидоз, бактериальный вагеноз. Как же проводится бактериоскопическое исследование? Ну, это вы, наверное, уже знаете. Это на два стеклышка берутся мазки из трех точек, из сервикального канала, уретры, и, как мы уже сказали, со стенки или задней, или боковой стенки влагалища. Берется на два обычных стеклышка, дальше высушивается, и идет окраска. Окраска тоже несколькими методами, в частности, двумя методами для вот определения уже есть ли лейкоцит, какое количество лейкоцитов, и этими можно определить острую гонорея, трихомоноз, кандидоза, бактериальный вагеноз. Вот вам представлены вот эти вот слайды, где нормальный гинекологический мазок. Как видно, вот это, видите, разная краска. Вот, вот это вот палочки, видите, их много-много-много-много. Это как раз лактобацилла. А это различные клетки, ну, врач-лаборант их различает, или стафилококк, или стриптококк, и так далее. Вот, видите, есть тоже вот представлены, просто разная окраска, здесь хуже видны вот эти значит, лактобацилла. А вот, пожалуйста, то, что мы говорили, можно определить. Можно ключевые клетки. Это клетка с большим фикнотическим ядром, даже если вы совсем не владеете методом диагностики, все равно один раз посмотрев и увидите эту клетку с большим ядром, можно догадаться, что это ключевая клетка, и характерно, это то, что мало лактобацилл, видите, их мало, вот, и вот такие ключевые клетки, это показатель бактериального вагиноза. Вот, пожалуйста, гонорея внутриклеточные диплококки, диплококки вот внутри клетки, они могут быть вне клетки, это, ну, это тоже не очень хорошо, когда гонорея, но это не, в смысле, когда гонококки, это говорит о воспалительном процессе, но это не гонорея, гонорея только внутриклеточная. Вот вам кандидоз, пожалуйста, для кандидоза, то есть развитие грибковой инфекции характерно, значит, характерно вот такие нити, говорят о развитии увеличения кандида и будет кандидоз. Вот, и трихомонады тоже, это довольно большие клетки, которые являются показателем развития воспалительного процесса, обусловленного трихомонадами. Дальше, следующий метод исследования, это будет уже бактериоскопическое исследование или посев на флору. Ну, посев на флору специально берется палочкой, да, вы знаете, его можно брать, посев брать из ротоглотки, из прямой кишки и из влагалища, как правило, берем или тоже с задней стенки влагалища или из сервикального канала. Что же позволяет сделать бактериологическое след, то есть посев, определить общую обсемененность, выявить, что это аэробные или анаэробные микроорганизмы, определить их концентрацию, да, или лактобацилы, условно-патогенные, определить чувствительность к антибактериальным препаратам. Вот, бактериологический метод применения специальных сред незаменим для определения микоплаз, уреоплаз и грибов. надо сказать, что вот обычную палочку, которую мы берем для определения бактериологического исследования, здесь можно только вот то, что я перечислила, определить, а если вы хотите посмотреть, посев на мико, уреоплаз, полидрожжевые грибы, надо в специальную пробирочку писать, что для определения, потому что там нужна специальная среда, чтобы они выросли. Кроме того, существует метод молекулярно-биологический метод, ДНК-диагностика, но это вы слышали, наверное, уже неоднократно, метод полимеразной цепной реакции, используется для выявления возбудителей урогенитальных инфекций, хламидии, ВПГ-1, 2, цитомигаловирус, вирусы папиллома человека, микоплазма, уреоплазма. В принципе, этим методом, это же ДНК-диагностика, можно определить любой возбудитель, какой только, на что вы хотите, и стафилококия, и стриптококия, просто здесь перечислено, на какие наиболее часто выявления возбудителей проводятся это исследование. Существует, да, вот этот метод, еще раз очень очень, ПЦР-диагностики, он только качественный, то есть, мы можем сказать, например, есть хламидия или нет, есть уреоплазма, или нет, но для явных возбудителей, которые не в норме и не должны быть в организме, значит, в влагалищном биотопе или в цервикальном канале, и тем более в верхних отделах, это хламидия, вирусы герпеса, цитомигаловируса, папиллома, человек, а также другие, условно-патогенные, которые, в принципе, могут быть, но в небольшом количестве, поэтому этот метод, например, конечно, имеет значение для, например, для явных патогенов, но не совсем достаточно для таких, как уроплазма, мегаплазма, то есть, условно-патогенных, почему? Потому что они в норме, но в очень небольшом количестве, а этот метод дает только да или нет, поэтому сейчас тоже широко используют другой метод, который дает, называется он количественная ПЦР детекция продукта в реальном времени, или просто мы говорим ПЦР в реальном времени, вот этот метод, который дает возможность определить не только наличие, но и концентрацию, что особенно важно при выявлении условно-патогенных микроорганизмов, и вот здесь представлены представлены какие параметры для норма циноза, здесь не должно быть ни Гарднерел, вот, и обычно условно-патогенные в небольшом количестве, не более чем 10, 3, 10, 4 степени, и существует еще бактерия, мы говорим, промежуточный тип, когда имеется небольшое количество атопобиум, лактобацилла, будет повышено, вот, ну вот тут все представлено, да, какие нормы, что характерно для норма циноза, значит, для промежуточного типа или мезоциноза, ну, мы называем промежуточный тип, для бактериального вагеноза, и для дисбиоза неясного вагенеза, кроме того, существует метод диагностики, который называется иммунно-ферментный анализ, ИФА, который используется для выявления специфических антител, но в основном это к вирусным инфекциям, это хламидийный, ВПГ, цитомигалой, Эпштейн-парой, токсоплазмом, который нет смысла определять иммуноглобулины, наличие иммуноглобулинов, G, например, даже M, для условно-патогенных, которые могут быть не только во влагалище, но на коже, во рту, в кишечнике и так далее, поэтому этот метод, как говорится, определить острый это процесс или обострение или хронический процесс, этот метод используется для вирусных инфекций. Так, значит, мы сказали для диагностики, на первом месте стоят жалобы, да, жалобы, и вот здесь представлены жалобы, характерные для воспалительных заболеваний гениталия, но для локализации в нижних отделах, да, какие жалобы, это могут все быть эти жалобы или какая-то одна или две, это зуд, жжение, беле, диспариогия, рези, примучие спускания, вот эти такие жалобы характерны для, и как мы уже сказали, они не специфические, то есть на основании жалоб мы не можем сказать, каким микроорганизмом вызваны эти жалобы, то есть вызвано развитие заболевания, вот, поэтому обязательно должны мы использовать помимо, как говорится, клинических проявлений и лабораторные методы диагностики. При воспалительных заболеваниях верхних отделах это боли внизу живота, повышение температуры, белей, белей это патологические выделения, потому что иногда, что греха таить даже врачи, пишут беле физиологически, нет, физиологически, как болезнь физиологическая. Есть физиологические выделения, а если вы называете слово беле, это уже патологические выделения, которые, как правило, являются показателем воспалительного процесса. А также для воспалительных заболеваний верхних отделов это нарушение менструального цикла. Теперь клинические проявления. Для прилокализации верхних отделов характерны данные анамнеза, то есть это свидетельствует о наличии переохлаждения, внутриматочных манипуляций, связи с половой жизнью и так далее. Повышение температуры, учащение пульса, то есть показатели воспалительного процесса, боли при пальпации в гипогастральной области и может быть симптомы раздражения, то есть пиливоперитонит, раздражение брюшина. Но это вторичное всегда присоединяется, может происходить с присоединением к верхним отделам, то есть эндометритом, метроэндометритом, с альпингофоритом и плюс может быть и переходить на брюшину, а может быть только воспалительный процесс верхних отделов. При локализации нижних отделов, но здесь диагноз не представляет сложности, отек, гиперемия, били, хотя еще раз повторяю, обязательно должна быть лабораторная диагностика, поскольку мы на основании только жалобы, даже осмотра не можем сказать, чем, каким возбудителем вызвано. Вы же понимаете, большое значение в лечении имеет как раз и патогенетическая терапия, то есть воздействие на именно патоген, который вызван воспалительный процесс. При локализации верхних отделов, это мы делаем внутри, значит, влагалищно-абдоминальное исследование, вот, и при пальпации увеличение отек внутренних половых органов, те, которые воспалены или матки, или придатки, болезненные тракции за шейку, если мы будем двигать пальчиками шейку, то будет болезненность ощущаться, болезненность при пальпации внутренних органов и увеличение паховых лимфоузлов. Ну, не всегда. Увеличение паховых лимфоузлов может быть и при воспалении нижних отделов, а при воспалении верхних не всегда будет увеличение. Ну, может быть. Вот. А здесь диагностические критерии. Они давно уже существуют, вот эти критерии. Есть минимальные, есть средние, есть уже точно, мы можем сказать, что имеется воспалительный процесс. Жалко, что здесь никак я не могу это сдвинуть, но уже боюсь. Так. Значит, минимальные. Это болезненность при пальпации нижней части живота, болезненность в области придатков и болезненные тракции. Это вот минимальные критерии, которые могут говорить о воспалении верхних отделов. Дальше идет это повышение температуры, патологические выделения шейки, повышение соя, повышение уровня циреактивного белка и лабораторные подтверждения выявленной. Ну, здесь написано, гонококкальхоламиде, в принципе, любое у микроорганизмов выявление. Если это условно-патогенные, то повышенная концентрация. А если это явные патогенные, ну, это могут быть, вот все перечислены, могут быть и вирусные, здесь могут быть и другие микроорганизмы. И достоверные, то есть мы 100% можем сказать, что имеется воспалительное заболевание. Критерия – это гистологическое обнаружение эндометрита при биопсии эндометрии, УЗИ-признаки, утолщение маточных труб, наполненных жидким содержимым, с наличием брюшной полости свободной жидкости, или тубо-авариальных образований. И при лапароскопии тоже обнаружение признаков, характерных для воспалительных процессов. Так, а здесь сейчас отдельно мы проговорим по поводу различных заболеваний нижних отделов и верхних. Например, вагинит, воспаление наружных половых органов вагины, характерно зуджение, при осмотре отек, гиперемия, может быть, вот увеличение паховых лимфоузлов, ну и, естественно, выделение возбудителя. При воспалении влагалища, то есть кальпит, это поражение может быть... Ой, подождите, да. Это сейчас немножечко другое пришло. Вот нет названия. Нет, я тоже, видите, сразу не собрали. Это следующее идет... Сейчас как... Сейчас ее... Как и сдвину. Это воспаление большой железы при двери влагалища. Это бартолинит, да, или воспаление большой железы. Это поражение выводного протока, каникулит. При закупорке выводного протока образуется псевдоабсцесс, а при поражении самой железы, не выводного протока, а самой железы, будет истинный абсцесс. И характерно боли в области бартолиновой железы, гиперемия, отек в средней и нижней частях, большой и малых половых губ. Вот представлено это воспаление большой железы при двери влагалища. Ну, а лечение здесь при каникулите и ложном абсцессе антибактериальная терапия, а при истинном абсцессе нагноение, вот он с правой стороны, вот видно хорошо, большой абсцесс, воспаление, это помимо антибактериальной терапии обязательно будет операция марсупилизации. Дальше воспаление слизисты цервикального канала. Это будет отек, гиперемия, эрозия, выделение из цервикального канала. Ну, а методы диагностики, здесь осмотр, можно провести кольпоскопию, лабораторные исследования, все о которых мы говорили, для выявления возбудителя. Ну, и лечение. Здесь в общем лечение воспалительных заболеваний нижних отделов, ну, тут имеется кальпит, цервицит, потому что по поводу большой железы преддверия мы уже проговорили, а это в основном воспаление цервикального канала и воспаление влагалища и наружных половых органов. Применяется, поскольку это поражение нижних отделов, если мы говорим о неспецифическом поражении, то есть условно-патогенными микроорганизмами, то местные антибактериальные препараты, это различные мази, свечи, вагинальные таблетки, ну, к примеру, тержинан, мукмирор, генопиварил, форта, полежинак, все они разного действия, например, вот мукирор, генопиварил, форта, это действует на анаэробную форму, для чего-то проводить исследование, чем вызвано, полежинак, аэроба, агзикион, просто противовоспалительное лечение. После того, как вы применили эти препараты, то есть убрали, снизили уровень условно-патогенной микрофлоры, обязательно надо назначить нормализацию, это значит назначение создания кислой среды, например, вагинормция, но почему при отсутствии кандидоза, потому что канди, мы видели с вами, как раз они любят кислую среду, дальше, и назначение пробиотиков, таких как лактобактерин, оцилакт, лактоген и так далее, то есть препараты, которые создают кислую среду для того, чтобы нормализовать микробиоциноз. Значит, сначала убрали увеличенные условно-патогенные различные, затем создали кислую среду. Ну, в общем, общая схема развития представлена, это, значит, патогенные агенты, то есть различные микроорганизмы, которые вызывают цервицит, вагинит, затем может приводить, как мы говорим, интраканукулярно к развитию воспалительных заболеваний малого таза, они, в свою очередь, вот эти воспалительные процессы являются причиной внематочной беременности, преждевременных родов и так далее, бесплодия, наличие тазовой боли, развитие пилио-перитонита, спаечный процесс и даже развитие сепсиса. Теперь отдельно по воспалительным заболеваниям верхних отделов гениталии, это эндометрит, воспаление слизистой матки, характерно наличие инвазивных вмешательств анамнези, повышение температуры, боли внизу живота, выделение из половых путей. Дальше, при осмотре, при дворучном влагалищно-абдоминальном исследовании будет матка увеличенная, мягковатой консистенции болезненной при пальпации и, конечно, лабораторные исследования, это клинический анализ крови, это УЗИ и лабораторная диагностика для выявления возбудителя, то есть бактериоскопическая, бактериологическая, ПЦР-диагностика особенно важна в реальном времени и ИФА при наличии вирусной патологии. Основной причиной развития эндометрита является инфекция, которая может попасть в полость матки несколькими путями, наиболее часто путь проникновения микробов является восходящим, это я вам тоже говорила из влагалища, поэтому очень важно, что должна быть нормальная флора, то есть микробиоциноз должен быть нормоциноз, тогда это является профилактикой развития уже воспалительного процесса верхних отделов, то есть матки, придатков. Сальпингоафарит, то есть воспаление значит воспалительный процесс трубов и яичников, если одной трубы и только трубы это сальпингит, а если одного яичника это афорит, ну как правило первично начинается с воспаления трубы и переходит на яичник, поэтому чаще всего это сальпингоафарит, значит характерно также боли внизу живота, беле, то есть выделение патологические из половых путей, при осмотре будет сдать болезненная пальпация гипогастральной области, увеличенные отечные болезненные придатки, ну опять-таки клинический анализ крови, который говорит о воспалении УЗИ лабораторно и в ряде случаев при особенно дифференциальном диагнозе с воспалительным процессом, например, аппендицитом лаборатор, это лапароскопия, где будут воспалительные изменения придатков. Значит, существует аксальпингоафорит хронический, который может приводить к развитию тубовариальных образований. Значит, при воспалении придатков, то есть маточной трубы яичники, ну и связки, мы просто опускаем, всегда, конечно, связочный аппарат, воспаление может приводить хроническое воспаление с частыми обострениями, может приводить к закупорке фибриллярного отдела трубы, и тогда там будет скапливаться воспалительный экзудат, жидкая, которая не гнойная, и будет, эта труба будет увеличена в объеме колбасовидная такая, за счет того, что будет закупорен отдел, да, и развитие будет, будет назваться такое состояние гидросальпинкс. если содержимое, например, гнойное, то это будет пиосальпинкс. То же самое с яичником, значит, гнойный процесс, ноги, не гнойный процесс обычно не вызывают никаких, как говорится, увеличений и развития гнойного процесса, а вот пиосальпинкс или развитие гнойного процесса в яичниках приводит к развитию абсцесса и пиавара. А вместе гнойный процесс в трубе и в яичнике носят название тубавариальное образование или гнойное, мы еще говорим, тубавариальное образование, которое в свою очередь приводит к развитию спаечного процесса и развитию дальнейшего воспалительного процесса, то есть перитонита. Вот вам, пожалуйста, представлен гнойный сальпингафарид, видите, гнойный процесс, какая труба увеличенная, отечная и видно, что выделяется гной. Пиосальпинкс, да, тоже, видите, как хорошо видно гнойный, какое это увеличение трубы. теперь воспаление брюшины малого таза, ну, хороэта, пельвиоперитонит, это резкие боли внизу живота, повышение температуры, симптомы раздражения брюшина. При лапароскопии воспалительные изменения внутренних половых органов брюшины, наличие эксудата. с чем же надо приводить дифференциальную диагностику с воспалительным заболеванием верхних отделов гениталий? Это внематочная, острый аппендицит, кишечная колика и почечная колика. Лечение. Значит, лечение, которое включает в себя это антибиотики, эмпирическое, немедленное лечение при наличии минимальных критериев, о которых мы с вами говорили, воспалительные заболевания, и для постановки диагноза воспалительного процесса у сексуально активных женщин. То есть сразу назначается лечение какое? Эмпирическое до того, пока мы определили, что же является возбудителем. Дальше противовоспалительная терапия, дезинтоксикационная и хирургические компоненты лечения. Из дополнительных это местная терапия, это преформированный физический фактор, то есть физиотерапия, и эффективные методы лечения, которые обоим мы говорим сдвинуть, не сдвигается. так, а вот здесь представлено в отношении различных возбудителей какие антибактериальные препараты на что действуют. Например, представлено, что на трихомонады и анаэробы это метронидозол, на кишечную палочку это действует в основном препараты, в смысле анаэробы, которые содержат кишечную палочку, стафилококки, гонококки, хламидия, мекоплазма, это доксициклин и так далее. Тут тоже макролиты действуют на гонококки, другие стафилококки грамм положительные на хламидии очень хорошо. Гентамицин действует на кишечную палочку в основном ингибиторозащищенной пенициллины, цифалоспорина действует на что? На кишечную палочку, на гонококки, на стафилококки. Золотым стандартом антибактериальной терапии воспалительных заболеваний малого таза бактериальной природы являются назначения бета-лахтамных антибиотиков. Это будут препараты цифалоспорина первого, второго, третьего аминопенициллины и ингибитора защищенной пенициллины это амоксициллин клавунат и амоксициллин субоктам. А здесь схема, примерная схема, которая назначение и лечение воспалительных заболеваний в верхних отделах. Это назначение, как мы уже сказали, антибактериальных препаратов, их они должны перекрывать любые микроорганизмы, которые могут быть причиной развития воспалительного. Это назначение амоксициллин клавуат вместе с макролитами, дальше амоксициллин клавунат вместе с доксициклином, афлоксацин вместе с метронидозом, ну и другие цифалоспорина третьего поколения плюс метронидозом и плюс доксициклин. По окончании антибактериальной терапии проводится коррекция микробиоциноза пробиотиками, а также назначение назначение инфузионной терапии. Здесь все, что вы хотите, как говорится, это будет физраствор, ринголока, лактозоль и так далее. Кроме того, особенно при тяжелой форме воспалительного процесса это плазма замещающей коллоиды, реополиглюкин, белковые препараты, нестероидные противовоспалительные средства, которые вызывают англогизическое противовоспаление, антиагринанты, в частности, вольтарен, десенсибилизирующие терапии, индукторы интерферона, витамины группы ВС и физиотерапии, физические методы. Существует помимо консервативного лечения есть показания к хирургическому лечению. В каких случаях мы проводим хирургическое лечение? Это наличие гнойных тубоавариальных образований, наличие осложнений, например, перфораций, дифузный перитонит, абсцесс, и отсутствие эффекта от проводимой антибактериальной терапии при наличии пелиоперитонита. То есть, если присоединяется пелиоперитонит, мы сначала по общим принципам проводим консервативное лечение, а вот отсутствие уже является показанием к оперативному. Ну, в плановом порядке это спаечный процесс, бесплодие. Ну, и исходы. Вот это вот мне хотелось даже этот слайд поставить в начале. Почему? Насколько важно воспалительные заболевания. Это что, значит, они к чему могут приводить? Ну, в лучшем случае выздоровление. Хотя это бывает довольно редко или нечасто, скажем. Почему? Потому что часто, как мы уже сказали, особенности воспалительных заболеваний в наше время, в современных условиях, это то, что микс инфекций несколько различных, особенно условно патогенных. Это такое скрытое течение, латентное течение, часто хроническое течение, что, как говорится, не дает возможности пациентке сразу обратиться к врачу или наличие самолечения, самостоятельно применять какие-то препараты, что в дальнейшем приводит к переходу в хроническую стадию, развитие спаечного процесса, выраженный болевой синдром, нарушение менструального цикла, развитие симптома поликистозных яичников, внемазочная беременность, невыношение, бесплодие и даже потеря органа. Вот какие исходы и осложнения воспалительных заболеваний верхних отделов. Ну, о нижнем, мы говорили, тоже очень важно, потому что не бывает верхнего без первичного поражения нижнего, когда нарушается флора, и когда микроорганизмы могут поступать интриганикулярно или со стороны желудочно-кишечного карты в верхние отделы половых органов. Ну, и вот вам тоже представлены картинки. Это спаечный процесс в малом тазу, видны спайки, да, вот они хорошо видны. Вот спайки все, да, вот они все, то есть спайка, вот это все, спайка, вот. И профилактика, вот это она понятна, соблюдение личной гигиены, культура половых отношений, рациональное использование современных контрацептивов, обследование и лечение полового партнера и обследование больных из группы риска, то есть с развитием воспалительных называем, бесплодием, отягощенным гинекологическим анамнезом. Вот. И реабилитация, профилактика возможных осложнений, физиотерапия, санитарно-курортное лечение. Вот, собственно говоря, спасибо за внимание, это мы еще с вами разобрали только первую лекцию или неспецифические воспалительные заболевания. Теперь, если хотите, можем пять минут не выключая и никуда не уходим передохнуть, то есть водички попить, но это мне в первую очередь то, что это я